Потому что сегодня я поделюсь с вами очень интересной информацией. И давайте я начну с того, что представлюсь для людей, которые со мной не очень знакомы. Меня зовут Ольга Липатова, и я ваш консультант по удачному отдыху в Болгарии. И с этой страницы «Удачный отдых в Болгарии» я веду прямые эфиры, в которых даю вам очень интересную и полезную информацию. Отвечаю на ваши вопросы и рассказываю о той Болгарии, которую мы с вами совершенно не знали. Я ваш консультант по удачному отдыху в Болгарии. Меня зовут Ольга Липатова, и я хочу пригласить вас стать подписчиками вот этой странички, которая так и называется «Ваш удачный отдых в Болгарии» с Ольгой. Почему стоит подписаться на эту страничку? Я вам сейчас быстренько приведу пять причин. Потому что здесь вы будете узнавать интересную и полезную, а самое главное, достоверную информацию о истории, традиции, культурных и языковых особенностях Болгарии. Здесь вы можете получить от меня помощь в организации вашего удачного, очень яркого, впечатляющего и, что немаловажно, экономичного отдыха в Болгарии. Здесь вы можете получить консультацию, задать вопросы, получить на них ответы, а также можете поделиться своими впечатлениями, своими мнениями о отдыхе в Болгарии, и мы все это можем обсудить. Ну и самое главное, я вас приглашаю в путешествие по совершенно неизвестной, неведанной нам Болгарии. И сегодня вы убедитесь в этом. Я буду сейчас вам показывать очень интересные слайды из потрясающего совершенно места силы, которые я посетила. Но перед этим я хочу сказать следующее, вернее задать вам вопрос. Когда мы произносим слово Болгария, какие ассоциации возникают у вас в голове? Когда я приехала в Болгарию, и более того, когда я здесь уже находилась два лета практически целиком, я тоже считала, что Болгария – это именно тёплое море, это яркое солнце, которое светит практически целый год, это пляжный отдых, да, вот это основные впечатления были мои и знания о Болгарии. А вот оказалось на самом деле, что это совершенно потрясающая страна, на территории которой вместе с соседней Румынией располагалась древнейшая в Европе цивилизация. И здесь буквально, вот чем ещё хороша Болгария, что это такая очень компактная территория, на которой скучено, в прямом смысле этого слова, вот друг на друге сидит такое огромное количество памятников культовых с древнейших времён, с эпохи Бронзы. И потом идут наслоения всех вот этих вот последующих цивилизаций. И фракийская цивилизация, вот первая, ещё раз повторяю, европейская цивилизация, и древнегреческая, и римская, и потом византийская, потом у нас пошли просто Болгары в перемешку со славянами и так далее, и так далее, и так далее. И вот, конечно, очень много интересного, потому что те же православные храмы, православные монастыри, они здесь существуют с 9-го, с 10-го века, и они стоят на местах бывших святилищ, которые относятся ещё к языческим религиям. Так что здесь всё очень интересно и потрясающе просто сюда притягивает. Значит, поэтому сейчас вот я вам расскажу очень кратко о том путешествии, которое совершила вчера на одной из сильнейших мест силы, известнейших в мире, вот, к сожалению, может быть, мы с вами и знаем только на уровне моря и солнца, но европейцы очень хорошо знают, что именно здесь формировалась первая европейская цивилизация, и формировалась она ещё в эпоху бронзы. Вот представьте себе, это вообще, значит, вообще потрясающе совершенно, вот вы только себе представьте, люди, которые в своём распоряжении имели в лучшем случае бронзовое орудие труда, то есть это очень мягкий металл, и они создают цивилизацию, обрабатывая своими руками, перетаскивая с места на место огромные валуны весом до двух тысяч тонн. Они высекают в скалах свои города, свои жилища, это вот вообще что-то совершенно, конечно, потрясающее. И в европейском, ну, во всяком случае, вот как историк российский, да, я знала, что это цивилизация фракийская. Болгары это произносят как траки, тракийская. Вот, значит, и вот здесь как раз за мной находится первое известное, вот, во всяком случае, на сегодняшний день считается, что это древнейшее святилище фракийцев. Оно посвящено богине плодородия, самой древней, самой, ну, такой вот почитаемой богине, да, из которой потом будет рождаться и культ Богоматери и так далее. И это вот, ну, я даже не знаю, сколько там тысячелетий назад это было создано, это огромные-огромные камни, которые были руками людей принесены в это место, им была придана определенная форма. И вот мы сейчас с вами посмотрим. Значит, ну, это план, схема, да, того, что находится в святилище. Вот так выглядела наша дорога к этому святилищу под открытым небом. И сейчас вы видите то, что действительно, к чему была приложена рука человека для того, чтобы добиться того результата, который они хотели иметь. Вот смотрите, очень интересный камень в виде какого-то лежащего животного. Вот, ну, напоминает быка какого-то, да, или корову, вот что-то в этом духе. Но интересно то, что на сегодняшний день, вот это, кстати, очень непонятно и не соотносится с нашими представлениями о древнем культа. Значит, на сегодняшний день ученые здесь не обнаружили следов жертвоприношений, ни человеческих, ни животных, а исключительно только растения, плоды. Здесь даже вот потом мы с вами увидим специальные каналы, по которым текли вот те самые молочные реки, винные реки, масляные реки, которые вот эти жидкости здесь тоже приносились в жертву. Вот, но никакой крови не было. Вот интересный такой факт. Вот, значит, вот эти, вы видите, в луне, они каждый имеет свое название, каждый имеет свое предназначение ритуальное, которое использовали в обрядах связанных. И, кстати говоря, здесь еще и солнцепоклонничество, да, то есть вот считалось, что именно солнце оплодотворяет богиню-мать, вот эту прародительницу, которая дает жизнь всему на земле. И вот это перед вами как раз ритуальное ложе. Здесь совершался торжественный обряд оплодотворения богини-матери. Раз в год такие происходили здесь празднования. И вот интересно, смотрите, там на заднем плане, за этим ложе, если вы, не очень хорошо видно здесь, вы можете потом посмотреть, потому что у меня это выложено на странице. Значит, вот там же камень, которому была придана форма женского чрева, как бы раскрытого, готового к оплодотворению. И понятно только, вот на сегодняшний день ясно, что во время совершения обрядов, значит, ну это было очень сильно, конечно, палящее солнце, и вот это ложе, и все вокруг него окладывали еще медными пластинами для того, чтобы еще больше привлекать солнечные лучи, и они отражались. Значит, вот здесь как раз показаны эти самые каналы, по которым стекала жидкость во время обрядов жертвоприношения. Энергетика, конечно, здесь совершенно потрясающая. И вот там на заднем плане вы видите камень, который называется сердце. И считается, что самая сильная энергетика под этим камнем. И вот именно в этом камне проделан такой маленький небольшой канальчик, по которому стекал как бы солнечный луч и направлялся к ложе. Вот, понимаете, все это было настолько продумано. Причем перед этим камнем находится точная копия созвездия. Вот, простите, не помню какого. То есть фракийцы, они еще и прекрасно разбирались в астрономии. И вот тоже это было, значит, здесь сделано, использовалось в их обрядах. К сожалению, мы очень мало знаем достоверного о этой цивилизации, потому что у них была письменность, но эта письменность не расшифровывается и не поддается никакой расшифровке. И Ванга еще говорила о том, что вот это очень важно, расшифровать эту письменность, потому что там по ее представлению, в ее понимании находилась информация о том, как будет развиваться человечество. И до этого развивалась, да, и вот как оно будет дальше еще на протяжении всей нашей истории развиваться. Но, к сожалению, расшифровать это не удается. Вот. Ну, я так, опять-таки, очень кратко, очень бегло. Значит, там есть каменный лабиринт на территории, который тоже имел какое-то очень большое ритуальное значение, но мы пока ничего об этом не знаем толком. А вот сейчас перед вашими глазами это солнечные часы, которые использовали фракийцы. Но вот опять-таки, как определялось по ним время? Вы видите, что они совершенно не похожи ни на что нам известное, да, то, что связано с часами, даже с солнечными часами. И вот поэтому не очень это все ясно. Ясно только одно, что здесь как-то преломлялся солнечный свет, солнечные лучи, и вот каким-то образом они определяли не только время суток, но и как бы календарные какие-то моменты здесь учитывались. Вот это камень тоже, который называется чрево. Вот как раз это вход в лабиринт, каменный лабиринт, а вот здесь вы видите, что я лежу под камнем, который и называется сердце. Я вам его показывала раньше. И вот как вы думаете, зачем я это делаю? Ну-ка я посмотрю сейчас. Кто меня слушал внимательно? И кто догадается, зачем я лежу под камнем? Кстати, там прям-таки, вот знаете, ну, такое не очень, конечно, заметное, но есть как бы такая фаренка, куда нужно правильно лечь, правильно расположиться. Это считается именно самым сильным местом даже вот в этом месте силы. Вот, и поэтому я рекомендуется лежать под этим камнем, впитывать в себя энергию. Но считается, что далеко не каждый человек может впитать энергию этого места. Только тот, кто по мнению богини-матери, ну, как бы достойный этого, да, с кем она может поделиться своей энергией. Причем камень сердца, то есть это жизнь, это жизненные силы, которые нам даются. Вот видите, я из боку на бок переворачиваюсь, пытаюсь всем. Так, а это тоже интересный камень. Про него известно, что это трон или седалище, как говорят болгарды, да, который использовал либо вот верховный правитель, либо верховный жрец во время ритуала. Ну, сейчас у нас с вами время свободы и демократии, поэтому каждый желающий может посидеть на этом троне, сфотографироваться. Вот, но, наверное, конечно, тоже здесь какая-то особая сила была заложена, которой пользовались вот эти правители. Ну, это я смело отправляюсь в лабиринт. Вот, кстати, он очень небольшой по своему размеру, но интересный. И вот еще самое главное испытание, которому здесь может быть подвергнут любой человек. Ну, сейчас это по своему желанию. Мы не знаем, как это было у фракийцев, но это такая очень узкая щель между двумя огромными-огромными валунами, поставленными близко друг к другу. И вот через эту щель нужно протиснуться. Ну, вроде бы понятно, что действительно это очень сильное испытание. И вы знаете, это потрясающее совершенно чувство, которое ты испытываешь, и вот после того, как я сначала подошла к этой щелочке, посмотрела, мне стало, честно говоря, очень страшно, потому что я вообще боюсь за этот пространство. Вот, но после того, как я полежала под камнем, который дает очень большую энергию, и у меня вдруг вот прям, знаете, в голове меня отторкнуло, что нужно быстренько бежать туда, в эту щель. Вот, и, значит, я прошла, более того, на мой пример, мой пример был такой заразительный еще для одной женщины, которая со мной была русская, она вообще крещала и верещала, что она никогда этого себе не может позволить, и в то же время ее прямо тянуло туда, как бы вот затягивало. Вот, так что мы прошли. И здесь вот она снимала процесс моего прохождения сквозь щель. Вот видите, тут я уже ухожу с другой стороны. Там, кстати говоря, тоже еще такая преграда, которую ты как бы не замечаешь, ты сосредотачиваешься весь на том, чтобы протиснуться сквозь щель, и вдруг под ногами возникает нечто, что тебя не пускает, и даже ноги попадают как в капкан. Вот, ну, тем не менее, значит, вот я выбралась, и это был, конечно, просто восторг от всего того, что там со мной произошло. Вот, и, знаете, действительно такой потрясающий подъем энергии ощущаем. Причем вот та женщина другая, которая как бы не очень во все это верила, и она потом всю дорогу на обратном пути на меня идет, говорит, Оля, ну это было что-то потрясающее, «Оля, как у меня же там все бурлит во мне и кипит». А мне хотелось вот действительно побыть внутри себя, хотелось переварить, осознать все, что там происходит. Вдруг до меня дошло, что такое, когда много раз прочитанное в Священном Писании, что, в принципе, богатый никогда не пройдет через… То есть попасть богатому в рай – это все равно, что протиснуться сквозь игольное ушко. Вот у меня было такое ощущение, что я протиснулась, и даже вот такая небольшая сумочка, которая у меня была, и в ней, естественно, был кошелек и деньги, я ее, значит, отбросила с одной стороны камень для того, чтобы туда протиснуться. И я очень четко поняла, что когда мы идем в дорогу, в настоящую дорогу, в свой путь, то нам действительно не нужно ничего, кроме того, что есть внутри нас. Все остальное мы просто не можем взять, и это нас тормозит. И вот все самое главное действительно должно быть внутри нас, и тогда мы сможем построить вокруг себя любой мир, который только мы хотим создать, и Вселенная нам будет помогать в этом. Вот такие у меня были осознания, которыми мне очень хотелось бы с вами поделиться. Вот, поэтому, если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, мне плюсики, поставьте мне спасибо, все, что, так сказать, захочет ваша душа и сердце. Вот, и я еще раз обращаюсь к вам, к тем, кто меня слушает сейчас и услышит потом. Подписывайтесь на мою бизнес-страницу, вот эту, которая связана с Болгарией, и вы будете действительно здесь получать такую интересную информацию, и вы здесь можете путешествовать по той Болгарии, которая нам с вами практически неизвестна вообще, которая от нас закрыта. И вот мне хочется открывать эту Болгарию для вас, и вы можете путешествовать и виртуально, следуя моим рассказам, и вы можете путешествовать реально, потому что я могу помочь вам организовать здесь действительно очень яркий отдых, и не просто загорание на пляже, и сделать так, чтобы вы могли организовать отдых таким образом, чтобы он соответствовал и вашим индивидуальным интересам, и вашим желаниям, и вашим возможностям финансовым, и чтобы вы открыли для себя вот эту замечательную страну, которая лично меня научила очень и очень многому. Вы можете обращаться ко мне с любыми вашими вопросами, чтобы вам было интересно узнать по истории Болгарии, по культуре Болгарии, потому что мне хотелось бы, чтобы действительно я рассказывала вам не только то, что просит моя душа, но и то, что было бы вам полезно, было бы вам интересно узнать. И даже если вы собрались на отдых в Болгарию и уже, так сказать, это запланировали, вы можете ко мне обратиться для того, чтобы понять, как действительно вам сделать отдых самым таким интересным, самым насыщенным, самым запоминающимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!